на сегодняшнем занятии мне хотелось бы с вами поговорить о таком модификаторе как лофт вернее не о нем об альтернативных способах создания данном случае таких объектов методов создания таких объектов существует несколько ну по крайней мере я знаю два способа которые могли бы а частично заменить модификатор а лофт вот один из них мы на сегодняшнем занятии разберем это модификатор свеп а для того чтобы разобраться нам с этим модификатором также как и в модификаторе лофт нам нужно создать какой-то путь из плана и какое-то сечение тоже из плана ну создадим наверное путь традиционный наш прямоугольник но сечение пока не будем перейдем на модифай и найдем наш модификатор вот у нас и видим сразу что нам программа уже создала какую-то форму вот в этом наверное заключается огромные плюс этого модификатора а когда нам не нужны довольно-таки очень сложные какие-то профили нужны простые профили можно использовать этот модификатор и быть гораздо быстрее вот по умолчанию включены уже встроенные профили и вот их мы можем найти в этом свитке здесь собран довольно таки часто используемые профили а если опустимся ниже то есть в данном случае здесь есть вот интерполяция а ну на прямых формах она не не особо нужно это более на кривых формах и параметры параметры именно вот этого сечения которое в данном случае у нас пропущено то есть можно полностью взять и поменять всю эту форму то есть подогнать под свои нужды вплоть до внутренних и наружных скруглений фасочек ну далее идет у нас сами параметры модификатора но о них поговорим во второй части занятия мы с вами разобрались с возможностями модификатора с теми которые недоступны в модификаторе алофт но сейчас продолжим дальше для того чтобы нам создать свой профиль нам нужно переключить галочку то есть у нас исчезают готовые профили ну чтобы не тратить время я уже сделал заготовил профиль сейчас вот посмотрим вот он данном случае наш профиль это что-то подобное багету для картин а для того чтобы назначить так же как и в команде лов только здесь единственное что существует три кнопки там две вот пик это назначить при помощи мышки форму а вот здесь пик шип это форма то есть назначить из этого списка а и экстракт это вытащить уже из какой-то формы ну назначим любым путем вот просто возьмем назначим мышкой и мы получаем вот такую уже готовую форму то есть уже готовый багет ну дальше опускаемся вниз и переходим как раз на настройки нашего модификатора ну здесь вот по умолчанию обычно сразу вот исправлю здесь стоят вот эти две галочки то есть сглаживание по сечению и сглаживание по пути то есть вот по прямоугольнику и в результате обычно получается такая немножко мыльная форма иногда с очень большими артефактами а поэтому если вы делаете вот такие вот багеты делаете плинтуса то сразу же нужно будет убирать вот эту вот галочку сглаживание по пути вот мы убираем ее и получаем четкие уголки как запиленные идеально на стусло убрав select но это необязательно более явно выраженную форму если у нас очень близко не смотрится в данном случае наша форма то это лучше убрать это меньше нагрузка на компьютер а следующий момент это выравнивать изображение но для этого переключимся во фронтальный вид а вот данном случае у нас сечение вот у нас сам багет сама рамка багетная и смотрим точка привязки у нас где-то в центре а вот здесь в данном случае в программе довольно таки очень удобно и выгодно переставлять точки привязки это делается гораздо быстрее так вот допустим что у нас сама картина сам подрамник вот именно вот такого вот размера что мы создали прямоугольник и нам нужно сделать багетную рамку на эту картину вот для этого как раз нужно нам этот прямоугольник форму подогнать именно вот в эту точку для этого мы нажимаем вот на эту угловую точку и получаем эту форму но если быть еще более точно так переключимся перспективный вид при помощи вот этих окон можно уменьшить размер можно поднять изображение или опустить но нам нужно уменьшить размер чтобы наша багетная рамка наехала на картину обычно это бывает где-то миллиметров по 7 по сантиметру значит мы берем и по оси x уменьшаем на минус ну допустим 2 сантиметра все и у нас картина наезжает на 2 сантиметра вот это вот такие вот возможности есть у данного модификатора ну на этом разрешите закончить спасибо за внимание